6 июля – это канун Ивана Купала, и ночь с 6 на 7 июля считается самой мистической в году. Сегодня возможны чудеса. Сегодня по церковному календарю отмечается День Аграфены Купальницы. Но вот по народному календарю – это канун праздника Ивана Купала. Обе даты сливаются в одно большое празднество, и эта ночь считается самой мистической в году. Приметы на 6 июля чудодейственны и помогут любому, кто ими воспользуется. Согласно церковному календарю, сегодня чествуют Агриппину Римскую, которую называли в народе Купальницей, так как этот день ассоциировался с любимым занятием летом – купанием. С сегодняшнего дня начинаются Ивановские ночи, которые продлятся вплоть до 12 июля, до Петрова дня. Поэтому все эти три праздничных дня – Иван Купала, Аграфена Купальница и Петров День – стали для народа единым праздником. Эти дни слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий и легенд. В народе считалось, что собранные в ночь на Ивана Купалу травы и коренья обладают особенно целебной силой. Из уст в уста передавалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году в эту волшебную ночь и всего на несколько минут. И тот, кто его найдет, сможет стать провидцем и получит способность находить клады. Одним из довольно распространенных купальских обрядов было обливание водой всякого встречного и поперечного. Деревенские парни одевались в старое и грязное и отправлялись с ведрами на речку, чтобы наполнить их самую мутной водой, а то и просто жидкой грязью, и шли по деревне, обливая всех и каждого, делая исключение разве что для стариков и малолеток. Но более всего, разумеется, доставалось девушкам. Парни врывались даже в дома, вытаскивали девушек на улицу силой и здесь окатывали их с ног до головы. В свою очередь и девушки старались отомстить парням. Кончалось все тем, что молодые люди, перепачканные, мокрые, в прилипшие к телу одежде, устремлялись на речку, и здесь, выбрав укромное местечко, подальше от строгих глаз старших, купались вместе. Еще одна кулинарная традиция этого дня – это обедная каша. Так называли обед из постных блюд, который жители деревни собирали в складчину и выставляли на улице для нищих и путников. В некоторых деревнях в День Святой Аграфены для нищие братья и среди деревни ставили столы с постными яствами. Нищих собиралось иногда человек до трехсот, и все они ели за счет деревни. 6 июля женщины занимались заготовкой банных веников, которые использовались в течение всего года. Для этого после полудня на запряженных лошадях отправлялись в лес, чтобы наломать молодые ветви березы. Также изготовляли ивовые, липовые, черемуховые, ольховые, смородиновые, рябиновые и калиновые веники. Не забывали добавить к ним и различные травы. Первый веник, которым парились на Аграфену-купальницу, изготавливали из смеси полыни, полевой ромашки, мяты, богородицкой травы и иван-дамарьи. Считалось, что он избавлял от всех болезней. 6 июля украшали вениками из ароматных трав и цветов рога отелившейся коровы, чтобы у нее молока было много, да и следующий приплод, чтобы был крепкий. На Аграфену-купальницу собирали чертополох и крапиву, которыми обкидывали порог и окна для защиты дома от нечисти и злых существ. А чтобы в жилище царили здоровье, счастье и благополучие, клали перед порогом осиновые и шиповниковые ветки. Существовала особенная традиция в этот день. Когда девушки собирались все вместе и ходили по домам, они просили, чтобы их умыли, подразумевая под этим выпрашивание различных украшений – брошек, бус, заколок, платочков и ленточек. На рассвете 6 июля в емкость набирали воду и выставляли на солнце. Ее умывались после заката, чтобы весь год не болеть. По старинным приметам на Аграфену-купальницу все должны искупаться в водоеме. Считалось, что тот, кто этого не сделает, весь год проведет в неприятностях. Поэтому 6 июля в каждом дворе была заготовлена емкость с водой, перемешанной с грязью, которую обливали прохожих, исключая детей и стариков. Особенно старались испачкать девушек, которые должны были отплатить облившему, кинуть в него грязью. На купальницу чистили колодцы. Считалось, что тогда целый год вода не испортится и будет укреплять здоровье. Главная традиция 6 июля – ходить с сугубо женским коллективом в баню. Мужчин на Аграфену в баню не пускали, потому что прекрасный Пол сегодня проводил здесь разные ритуалы и читал заговоры. Например, проводили такой обряд для крепкого здоровья. Женщины собирали тысячелистник и делали из него веники, которыми хлистали себя по спине и бокам, приговаривая такие слова. «Тысячелистникам бью, тысячу лет проживу. Раз удар – не будет на теле ран. Два удар – буду сильная, как баран. Три удар – не познаю горячкий жар. Аминь». Считалось, что после этого обряда никакая болезнь не пристанет. Также проводили обряд, чтобы избавиться от врагов. Дубовый веник использовали для того, чтобы отделаться от неприятеля. Для этого брали ветки молодого дуба, перевязывали черной нитью и читали на него такие заговорные слова. «Дуб, дубок, ты силы недюжий, меня послушай. Дай мне крепости своей, чтобы освободиться от вражей. Пусть уйдет от меня и насланная ими беда. Аминь, аминь, аминь». После этого нужно 12 раз ударить себя веником по спине, принести домой, высушить его и сжечь на костре. Народе считается, что природа сегодня обретает чудодейственные свойства уже с самого утра. Роса, выпавшая на рассвете в канун Ивана Купала, может вернуть молодость и сделать кожу сияющей и подарить красоту. Поэтому девушки и женщины начинают день аграфенной купальницы с того, что идут на улицу и умываются росой. Возле всех окон и дверей в этот день кладут веточки полыни, чертополоха, зверобоя или крапивы. Эти растения отпугивают нечистую силу, которая просыпается в канун Ивана Купалы. А еще с этого дня начинают купаться в водоемах. Люди верили, что вода сегодня становится чудотворной, она смывает все болезни, оздоровляет и приносит силу и бодрость. Поэтому сегодня нужно обязательно отправиться хотя бы на пруд. Все семьей сегодня моются в бане. Это особый ритуал, который изгоняет из тела все нехорошее и нечистое, приносит крепкое здоровье и даже душу успокаивает и очищает. 6 июля отправляются собирать целебные травы. Все растения сегодня становятся необычайно сильными. Собранные в этот день они будут хранить свою силу целый год и помогут при любом заболевании. И самое главное, как говорят приметы на 6 июля, это ночь в канун Ивана Купалы. Эта ночь считается самой мистической и волшебной в году. В эту ночь возможно все. Люди собираются на гуляния, надевают лучшие наряды, идут на природу. Там принято прыгать через костры, гадать по веникам, пущенным на воду, и купаться в водоемах. А чтобы в доме было богатство, нужно обязательно в этот день срезать веточки шиповника и поставить их в доме. Это сильный магнит для денег и богатства. Чтобы жизнь была счастливой и все желания сбывались, нельзя спать в ночь на Ивана Купала. Нужно всю ночь веселиться. Женщинам желательно пойти к костру. Это принесет удачу. В народе считается, что нельзя 6 июля проводить в одиночестве. Иначе нечистая сила, которая сегодня особенно активна, может околдовать и унести в свой мир людскую душу, оставив на земле только тело. Поэтому человек будет ходить сам не свой. Вернуть его в прежнее состояние не смогут даже самые сильные иконы и святая вода. Поэтому 6 июля нужно провести в дружеской компании или в кругу семьи. Запрещается в день агрофейной купальницы ложиться спать до полуночи, иначе домовой придет и начнет душить подушкой, а отбиться от него, обладающего недюжиной силой, очень сложно. Считается, что 6 июля нельзя беременным старикам и младенцам подходить к воде. Даже колодец в своем дворе сегодня под запретом, иначе водяной, русалки и мавки могут утянуть под воду. Зато всем остальным, напротив, не стоит бояться водных мест, особенно женщинам и молодежи. При этом женщинам не рекомендуется 6 июля купаться в водоемах в одежде, иначе начнутся кожные болезни. Сегодня нужно заходить в воду только в обнаженном виде. Тогда не только кожа будет чистой, но и душа очистится от проблем, неприятностей и бед. В день аграфенной купальницы мужчинам не разрешается посещать баню. Сегодня в нее могут пойти только женщины, чтобы заготовить веничек из семи трав, помогающие обрести любовь, крепкое здоровье и семейное счастье. В старину женщины 6 июля в бане также читали любовные заговоры и проводили магические ритуалы, поскольку считалось, что в этом месте вся магия быстрее начинала действовать. Народи верят, что кто сегодня в бане попарится, тот весь год болеть не будет. Считается, что с 6 июля начинается купальный сезон. Чтобы защититься от нечисти, нужно во всех входах в дом разложить веточки полыни или чертополоха. Приметы на 6 июля говорят, что гадания и заговоры на Ивана Купала работают безотказно. Чтобы в доме было богатство, нужно поставить веточку шиповника и сварить кашу из ячменя. Сны сегодня вещи. Народи считается, что если сегодня муравьи попрятались, скоро будет ветрено, возможны ливни с грозами. Кто на агрофенную купальницу репу посеет, тот хороший урожай ее снимет. Если 6 июля гречиха еще невысокая, значит овса будет много. Если цветы к земле склонились, к засухе. Если птицы в пыль лезут, задождит. Если утки 6 июля посередине реки плавают, надо ждать жару. На агрофену всем купаться велено. Кто не сделает этого, тот сто бед на себя накликает. Кто сегодня новое наденет, тот весь год будет в обновках. По приметам, нашедший в этот день мертвую птицу со своей второй половинкой может серьезно поссориться. Если приобрести на агрофенную купальницу новую обновку, значит в скорости вас ожидает приятное путешествие. Если сегодня незнакомец поздоровался, скоро быть с ним приятелями. В народе считалось, что рожденные 6 июля, эти люди обладают интересной внешностью. По натуре быстро увлекающиеся, но никогда не доводящие свое дело до конца. Считается, что родившимся 6 июля покровительствует сама судьба. Они владеют секретами трав. Носить им следует топаз, как оберег.